Девятое ноября восемьдесят девятого года. Пресс-конференция члена Политбюро социалистической единой партии Германии Гюнтера Шабовски. В прямом эфире её транслирует телевидение КДР. После почти часа нудного перечисления вопросов повестки дня Шабовский вспоминает. Генеральный секретарь СЕПГ Эган Крэнс передал ему какую-то бумажку и добавил, это будет главная сенсация для мировой прессы. Частные поездки в ФРГ могут осуществляться безо всяких предварительных условий. Разрешения будут выдаваться на всех КПП между ГДР и ФРГ. Когда это вступает в силу? Это вступает в силу немедленно, насколько я понимаю. Кажется, это просто слова? Нет. Это слова, которыми закончилась холодная война. Это слова, которые буквально снесут Берлинскую стену и объединят Германию. Вы что, прошли просто по паспорту? Да, просто по паспорту. Паспорта достаточно. Впервые почти за 30 лет без виз и разрешений. И главное, без риска быть убитым при пересечении границы. Офицеры Штази, которым еще недавно приходилось выполнять приказ стрелять по беглецам, теперь с недоумением пропускают на Запад целые толпы граждан ГДР. Мир перевернулся. Я как участник событий говорю, это было осознанное решение руководства ГДР – открыть границу. Ни Модров, ни Кренц, ни Шабовский не принимали решение открыть границу с Западным Берлином. Только какой-то один майор решил, что граница открыта. Но неужели все было так просто? Член немецкого полюбюро Гюнтер Шабовский по ошибке открыл границу, и восточные немцы свободно ее перешли, чтобы посмотреть на Западный Берлин? А меньше чем через год две Германии, Западная и Восточная, объединились, чтобы стать одной из самых успешных стран в мире? Нет, все было гораздо драматичнее. Что такое стена? Это когда переход через дорогу стоит вам жизни. Это когда почти 30 лет вам запрещено видеть родных, живущих в соседнем квартале. Это 150 километров бетона и колючей проволоки, разрывающих ваш город, вашу страну и ваш мир на осколки. Как выглядела Берлинская стена, разделившая немцев, в реальности сейчас можно увидеть только в этом месте, на Бернауэрштрассе. Отсюда хорошо видно, что на самом деле Берлинская стена — это две стены. Одна восточная, другая — западная. Между ними от 50 до 100 метров и 11 зон препятствий. Последний вариант Берлинской стены — Грэнсмаур-75. Пограничная стена образца 1975 года была одним из самых смертоносных сооружений на планете. Она состояла из железобетонных блоков высотой 3 метра 60 сантиметров и шириной метр 20. Наверху вместо колючей проволоки изящное бетонное закругление. Оно немного шаталось, и за него, перелезая, нельзя было ухватиться руками. Каждые 200 метров границы охраняли два пограничника. Преодолев первую стену со стороны ГДР, беглец натыкался на забор из колючей проволоки, при повреждении которой на ближайшей смотровой вышке раздавался сигнал тревоги. У самой земли была натянута еще одна незаметная проволока. При ее касании запускались сигнальные ракеты. Бетонные блоки и противотанковые ежи должны были защитить восточный Берлин от проникновения вражеской техники. Дальше укрепленные в бетоне 14-сантиметровые штыри. На западе их называли «сталинским газоном». Далее песчаная следовая полоса, асфальтовая дорожка для автомобилей пограничников и внешняя стена, в которой были установлены бетонные блоки без металлической арматуры. В случае войны танки стран Варшавского договора могли бы при необходимости пробить их и выдвинуться на запад. А еще были тайные двери, чтобы можно было выйти и проинспектировать состояние стены со стороны западного Берлина. Теперь стена превращается в декорации свежепостроенных торговых центров и выставок о том, как было страшно. Получается, сегодня, чтобы пройти через Берлинскую стену, нужно отправиться за покупками. История Берлинской стены началась за 15 лет до ее постройки. Летом 1945-го на Потсдамской конференции Германию делят на 4 оккупационные зоны. Три четверти контролируют США, Великобритания и Франция, а четверть – СССР. Берлин тоже разделен на зоны. Почти сразу немцы начинают спор, что лучше и правильнее – коммунизм или капитализм. Старые коммунисты нам рассказали, как представляют себе коммунизм. Не только, чтобы было достаточно еды, но и достаточно одежды. При коммунизме все будет в изобилии. В 1948 году в секторах оккупированных США, Великобритания и Франции вводится новая западно-германская марка. По сути, со стороны союзников это был сигнал. Западная Германия – наша территория. Мы ее полностью контролируем. И очередной шаг к разъединению Германии. На востоке, в советской оккупационной зоне, денежную реформу объявляют провокацией. То есть раскол начался еще в 1948-м, когда на Западе ввели Дуич-марку. И она очень быстро стала твердой валютой. Ответом СССР стала блокада западного Берлина. Были перекрыты все пути поставок продовольствия и энергоносителей. Американцы и британцы прокладывают в Западный Берлин воздушный мост. Все – продукты, одежду, даже бензин и уголь – доставляют самолетами, которые приземляются каждые три минуты. Так длится целый год. Население Берлина обращается ко всему миру. Вы – народы мира. Народы Англии, Франции, Америки, Италии. Поддержите нас. Мы не должны сдать город. Фраза бургомистра западного Берлина Эрнста Рейтера «Мы не должны сдать город» по сути станет девизом и для американцев, и для СССР на следующие полвека. С начала весной 49-го в западных секторах Германии провозглашает Федеративную республику Германия со столицей в Боне. А через полгода, осенью 49-го, советский сектор становится Германской демократической республикой со столицей в Берлине. Между ГДР и ФРГ появляется строго охраняемая государственная граница. На западе ГДР не признают, а западные секторы Берлина, столицы ГДР, объявляют особым политическим образованием. Практически это город-государство. Формально его контролируют все союзники по антигитлеровской коалиции. На самом деле США. Это временный период. В результате Восточная Германия и Западный Берлин должны воссоединиться со всем отечеством. В 49-м предпоследнему премьер-министру ГДР Хансу Модрову было всего 17 лет. Мне было 17 лет, я воевал против Красной Армии, был в советском плену и посещал антифашистскую школу для пленных. Именно там я стал антифашистом и коммунистом. Я тогда ездил в Западный Берлин проводить агитационную работу. Берлин в 50-е уникальный город. Коммунизм и капитализм существуют буквально через дорогу. Многие немцы из восточных районов работают на Западе. Жители Западного Берлина с удовольствием тратят деньги в недорогих ресторанах на Востоке. В Западном Берлине все жили достаточно хорошо за счет этой двойной системы. Зарабатывали на Западе, меняли дайчмарки по теневому курсу и за копейки наслаждались жизнью на Востоке. В 53-м году правительство ГДР увеличивает нормы выработки для рабочих при прежней зарплате. Фермеров принуждают объединяться в колхозы. Для частных собственников и мелких предпринимателей вводятся повышенные налоги. 17 июня в Восточной Германии начинается всеобщая забастовка. Правительство Восточной Германии беспомощно смотрит на происходящее. СССР выводит на улицы танки. В стране вводится военное положение. Восстания подавляют. В ходе столкновений погибают около сотни демонстрантов и три партийных функционера. Полторы тысячи человек немецкие суды приговаривают к длительному заключению. Двоих к смертной казни. Люди в ГДР живут намного беднее, чем в Западной Германии. К началу 60-х ФРГ через Западный Берлин эмигрировали миллионы немцев. Им не нужно пересекать строго охраняемую немецко-немецкую границу. Достаточно приехать в Берлин, сесть в метро и через несколько станций ты уже в капиталистическом мире. Дальше билет на самолет «Пан Американ» и ты уже в ФРГ. Уезжают в основном молодежь и высококвалифицированные специалисты. Это было огромной проблемой. В некоторых районах Берлина уже не было ни одного врача. В это время в ФРГ экономический бум. В его основе огромные кредиты, предоставленные США, Западной Германии. Чтобы та могла восстановить производство и платить по послевоенным репарациям. Западные немцы сначала отъедаются после войны, потом одеваются, потом массово пересаживаются на автомобили. Ханс Модроф – один из немногих руководителей ГДР, кому после объединения удалось приспособиться к новым реалиям, не изменив своих взглядов. Сейчас он один из руководителей левой партии. А в 60-х Модроф работал в Государственной плановой комиссии ГДР. В 61-м году мы порой не знали, будет завод работать на следующей неделе, или все разбегутся. Поэтому стену нужно было строить. В начале лета 61-го года между СССР и США происходит жестокая политическая схватка за контроль над Берлином. В Вене, на первой с начала холодной войны встречи лидеров СССР и США, Никита Хрущев дал понять новоизбранному американскому президенту Джону Кеннеди, что готов распространить влияние ГДР на весь Берлин. Суть спора Хрущева и Кеннеди состояла в том, будет ли война за Западный Берлин, и станет ли он частью ГДР. Кеннеди отвечает, Запад готов отстаивать свои права в Берлине с помощью военной силы. И добавляет, эта зима может быть холодной. Они ни о чем не договорились. Хрущев напоследок сказал, мы не хотим войны, но если вы хотите, мы вам ее устроим. До начала строительства стены оставалось два месяца. Историки до сих пор не дали точного ответа, кто все-таки придумал построить стену. Основная версия приказ отдал Хрущев, но попросил его об этом немецкий генсек Вальтер Ульбрихт. Решение строить стену приписывают одной только ГДР. А ведь в своих мемуарах Хрущев признался, что лично отдал приказ. В июле 1961 года эмиграция из ГДР ФРГ достигает своего пика. Всего за месяц восточную Германию покидают около 300 тысяч человек. В это время в Берлине ходят слухи, что город разделят какой-то стеной. Вопрос об этом задают Вальтер Ульбрихту. Его ответ вошел в историю как пример откровенной лжи. Строители нашей столицы главным образом занимаются возведением жилья. Никто не намерен строить стену. На самом деле политическое решение уже было принято. Оставалось уладить формальности. Я был депутатом Народной палаты ГДР. 12 августа вечером нам поставили задачу проголосовать за введение нового режима на границе. То есть я один из тех, кто принял решение строить стену. В ночь на 13 августа восточно-немецкие солдаты и строители всего за несколько часов обносят колючей проволокой весь западный Берлин и начинают строить стену. Руководит операцией член Политбюро ЦКС ЕПГ Эрих Хонекер. Утром берлинцы видят вот такую картину. Одновременно закрывают станции метро в западной стороне города, перерезают трамвайные линии, разъединяют телефонные, а потом и электрические сети. Лишенные возможности попрощаться, берлинцы машут друг другу через стену. Сверхдержавы разделили зоны влияния. Никто не протестовал. Кеннеди был не в восторге, но предпочел это новой войне. Деголь отдыхал на яхте. Макмиллен плавал на паруснике. А Денаур был занят выборами. Так что вины ГДР в постройке стены немного. На Бернаур-штрассе граница проходила самым причудливым образом. Фасады домов были еще восточным Берлином, а тротуар уже западным. Местные жители пользовались этим. Вот самые пронзительные кадры. Люди выбрасывают из окон сначала свои вещи, а потом и сами бросаются вниз. А вот пожилая женщина четверть часа не решается прыгнуть из окна. Ее пытаются втащить обратно агенты штази, а снизу тянут за ноги жители западного Берлина. Ей повезло, она выжила. Но многие разбиваются, прыгая из окон. Некоторых в последний момент успевают задержать сотрудники спецслужб. Через несколько недель на Бернаур-штрассе замуруют окна, а потом и вовсе снесут эти дома. На их месте вырастет стена. Но побеги из ГДР не прекратятся. Бегут даже пограничники. Вот солдат, охраняющий кладбище на Бернаур-штрассе, прямо перед кинокамерой бросает оружие и перелезает через забор. Уже спустя пару дней он становится героем агитационных передач западного телевидения. Нас в ГДР учат, что здесь все хотят войны, только о ней и думают. Но если побывать хоть на одной улице, вы увидите, как тут хорошо. Это будто страна молока и меда. Вот самый яркий побег, уникальный кадр. Все на той же Бернаур-штрассе в объектив попадает солдат народной армии ГДР Конрад Шуман. Он медленно, чтобы не привлекать внимания, подходит к колючей проволоке и просто перепрыгивает ее, бросая оружие. Гартенштрассе. Сейчас это единственная улица в Берлине, до сих пор перерезанная Берлинской стеной. Это остатки пограничных сооружений. Они постоянно усовершенствовались. Сначала это была просто стена кладбища, потом на ней закрепили битое стекло и колючую проволоку. И только потом на этом месте появилось бетонное заграждение. Сбежать просто через стену можно только в первые дни ее существования. Но шансы выжить минимальные. Вот самый жестокий пример. 18-летнего рабочего из восточного Берлина Петера Шехтеля ранили в живот пограничники с восточной стороны, когда юноша почти перелез через стену. 50 минут Шехтель лежал истекая кровью. Западно-берлинские полицейские не решились его спасти, лишь бросили жгут и вату. После смерти тело Петера унесли пограничники ГДР. Большинство побегов непосредственно через стену совершены еще в 60-е, когда не было мощных укреплений. В 80-х в эту зону вообще невозможно было попасть. Ну а потом еще преодолеть стену нет, нереально. Пропускной пункт Чекпоинт Чарли на границе советского и американского сектора в Берлине. 53 года назад именно на этом месте США и СССР могли начать мировую войну. Даже после постройки Берлинской стены военнослужащие стран антигитлеровской коалиции и дипломаты могли беспрепятственно перемещаться по всему Берлину. Такими были послевоенные договоренности. Однако в октябре 61-го года пограничники ГДР не пропустили автомобиль американского советника-посланника, ехавшего на оперное представление в Восточный Берлин. США резко реагируют на происшествия и выставляют на КПП Чарли 8 обычных танков и 2 танка М48 с бульдозерными установками. Это явный намек. США готовы снести Берлинскую стену. СССР прямо напротив выставляет 10 новейших танков Т-54. Ещё 23 прячут в переулках. Все орудия заряжены и готовы к бою. Мир оцепенел в ожидании войны. Спустя 16 часов из Москвы поступает приказ убрать танки. Вскоре американцы убирают с КПП Чарли и свою бронетехнику. Инцидент исчерпан. Через два года в Берлин приезжает Джон Кеннеди, чтобы пообещать берлинцам поддержку всего западного мира. Все свободные люди, где бы они ни жили, сейчас граждане Берлина. И я, как свободный человек, с гордостью говорю, я берлинец. Для западных немцев это означало «каждый сам за себя». «Мы поддерживаем вас. Морально». На самом деле это было окончательное разделение. Сверхдержавы дали понять, воевать за единую Германию они не будут. Берлинцы изобретают самые невероятные способы побегов. Переодеваются в форму союзников. Прячутся в багажниках автомобилей в чемоданах. 22-летний пловец Хуберт Хольбайн сбежал на запад под водой. Плыть по фарватеру нужно было полтора часа. На мне был неопреновый костюм, и плыл я без акваланга, только с трубкой и маской. Около года я тренировался плавать так, чтобы голова вообще не высовывалась из воды. Иначе меня бы заметили пограничники и застрелили бы прямо в воде. Это единственное фотодоказательство уникального побега. Хольбайн тренируется плавать подо льдом. Для побега я специально выбрал ночь, когда не было луны на небе, дул холодный ветер и были сильные волны. В общем, чтобы ни у кого не возникло мысли, что в такую погоду хоть один сумасшедший решится войти в воду, чтобы уплыть на запад. Хольбайну просто удивительно повезло, ведь берлинская стена проходила даже под водой. Везде, кроме фарватера, были установлены металлические решетки, острые прутья и проложена колючая проволока. Я вышел на берег, понял, что дело сделано. Погулял немного и пошел к полицейской будке. Там меня напоили чаем и вызвали скорую. Было очень холодно. Полицейские волновались, что я мог простудиться, но я даже не чихнул. Бежать прямо через стену или под водой на такое решались только самые отчаянные и физически сильные. Был один более безопасный способ – бежать под стеной. Это пришло в голову буквально в первые дни. Есть улица, на улице стена, а между домами метров 20. Тоннель можно было прорыть за 10 дней, максимум 2 недели, и провести через него несколько человек. Здесь стоял дом, значит, мы на востоке. А вот здесь была стена, и там западный тротуар. Западные немцы Эрика и Хельмут Кэмпер оставили троих детей на попечении дедушек с бабушками и переехали в западный Берлин. Он рыть тоннели, она – сообщать восточным немцам, как их найти. Граждан ФРГ иногда пускали в восточный Берлин, и я передавала информацию, где и когда можно бежать. В ГДР за это судили, как шпионов. Именно эти люди полвека назад еще студентами построили самый знаменитый тоннель под стеной. Из булочной в западном Берлине в подвал дома в Восточном. За два дня через него сбежали 57 человек. Отсюда и название – тоннель 57. Посмотрите на этих людей, они настоящие легенды Германии. Это строители тоннеля 57, о котором я вам рассказываю. На фотографиях видно, что у них в кровь разбиты колени. Тоннель копали стоя на четвереньках. Он был примерно метр в высоту и 80 сантиметров в ширину. Копали мы обычно лопатами и кирками. Сбежавший под водой Хуберт Хольбайн тоже строил этот тоннель. Он надеялся, что сможет бежать вся его семья. Это выход из тоннеля. Людей поднимали на лебедке. А это на фотографии моя мама. Она сбежала в первый день. Я ее встречал, но она так волновалась, что не сразу меня узнала. Но вся остальная семья Хуберта осталась в Восточном Берлине. Бежать действительно было опасно. Только мама решила сбежать. У сестры было двое детей. Она подумала, что это слишком опасно, могут убить. В результате мы не виделись 26 лет. Тоннель 57 просуществовал два дня. Когда его обнаружили, произошла перестрелка. В ней пограничник по ошибке убил сослуживца. Тоннель в тот же день взорвали. Теперь, чтобы преодолеть берлинскую стену на Барнаурштрассе, нужно просто прогуляться по газону и дождаться, пока на светофоре загорится зеленый свет. Тут у нас имитация стены. Если сюда забраться, можно увидеть, как она проходила. Мы специально сделали такие просветы, чтобы все было понятно. Стена преодолима. Оба немецких государства несколько десятилетий не замечали друг друга. Более того, Западная Германия вообще не признавала ГДР. Все живущие там формально считались гражданами ФРГ, даже члены Политбюро. В 1972 году я летел в Японию на переговоры, но паспорта ГДР мало где признавали. ФРГ была против. В результате мне выдали документ, что я проживаю в ГДР и могу посетить Японию. ФРГ до последнего не признавала гражданство ГДР. До 80-х годов они приглашали наших граждан на свои выборы и присылали им повестки в армию. Но жизнь в Западном Берлине на самом деле не была вечным праздником. По сути, это была жизнь внутри стены за колючей проволокой. Это понимали даже беглецы с Востока. Мы были окружены. Все понимали, что есть хрупкий договор между Востоком и Западом, что Западный Берлин находится на территории ГДР. От нас мало что зависит. В городе было весело, но небеззаботно. Ведь куда бы ты ни шел, ты упирался в стену. Актер и певец Борис Стейнберг вырос прямо у Берлинской стены, с западной ее части. Уже после объединения Германии он написал песню о детстве за стеной. В детстве мы играли на улице прямо у Берлинской стены. Можно было подняться на ступеньки и посмотреть на Восточный Берлин. В принципе, это можно даже назвать развлечением. Как живется на Востоке, детям Западного Берлина показывали во время экскурсий. Школьников в рамках программы по истории возили на экскурсии в нацистские концлагеря, а заодно показывали ГДР. Это было круче, чем поездка за границу, потому что за границу попасть было намного проще, чем Восточный Берлин. Но он оказался каким-то серым, в отличие от Западного. Там, конечно, было просторно, но очень мало людей на улицах. Но для всего соцлагеря ГДР всегда была витриной социализма. У ГДР сильный спорт, медицина, образование. Уровень жизни восточных немцев выше, чем у большинства советских граждан. Рабочий в среднем получал около тысячи марок. Это больше 400 рублей по официальному курсу. Восточная Германия была самой западной во всех отношениях страной соцлагеря и самой настоящей заграницей для любого жителя СССР. Но на фоне успехов ФРГ успехи ГДР терялись. О жизни в другой Германии восточные немцы неплохо осведомлены. Можно смотреть западное телевидение, изредка приезжают родственники из ФРГ и рассказывают о жизни за стеной. После одной из таких встреч житель городка Пёснек Гюнтер Ветцель решился на самый необычный побег в истории ГДР. К нам приехали гости с Запада и привезли журнал со статьей о фестивале воздушных шаров в Мексике. Я посмотрел на это дело и подумал, а ведь эта идея, мы тоже так можем. Гюнтер Ветцель и его товарищ со своими семьями построили воздушный шар, чтобы на нем сбежать в ФРГ. Спустя ровно 35 лет мы уговорили его повторить судьбоносный полет с той же самой поляны в том же самом лесу. Хорошо, что у тебя есть огнетушитель. Нам тогда он пригодился. Шар загорелся сразу после старта. Ничего себе! К счастью, нам удалось все потушить. На самом деле шаров для побега Гюнтер построил целых три. Но первые два упали, не долетев до границы. Чтобы не привлекать внимание, ткань для третьего шара он покупал маленькими лоскутами по всей ГДР. Вот этот шар. Он большой, помещается на двух этажах. Потом выяснилось, что мы случайно сшили самый большой воздушный шар в Европе. То, что Ветцелю удалось сбежать из ГДР, невероятная удача. Ведь штазе немецкая госбезопасность уже после первой попытки побега пыталась найти строителей воздушного шара. Но о подготовке к побегу они не говорили даже родителям. Мы во время полета постоянно смотрели вниз. Где граница? Нам казалось, она должна быть очень ярко освещена, но видно ее не было. Весь полет минут 20. Правда, Ветцель бежал ночью. А спустя 35 лет, когда вместе с нами попытался вновь повторить тот полет, до Западной Германии так и не долетел. Это еще территория бывшей ГДР. Мы приземлились, и сначала я вообще не понимал, где мы. Увидели полицейскую Ауди, такие только в ФРГ были. Пошли и спросили на всякий случай, мы в ФРГ. Полицейские посмотрели на нас, как на сумасшедших, и отвечают, а где же еще? Они даже представить не могли, что мы могли вот так прилететь. Потом нас отвели к бургомистру, нам выдали вещи и дали жилье. Дорогой Гюнтер, по традиции, после приземления нужно выпить шампанского. 35 лет назад ты этого не знал. Давай хоть теперь отпразднуем твой успешный побег. Гюнтер Ветцель живет в том самом городке, где приземлился 35 лет назад на воздушном шаре. В новой жизни в ФРГ он стал пилотом-инструктором и самым известным жителем своего города. Если бы Гюнтера Ветцеля поймали при попытке побега, ему и его семье грозила бы тюрьма. Но в результате он все равно мог оказаться в ФРГ. Родственникам на Запад мы передали фотографии, на которых мы шьем шар, чтобы они знали, чем мы занимаемся. И могли организовать наш выкуп как политзаключенных в случае ареста. После возведения Берлинской стены ФРГ выкупало у ГДР пойманных беглецов и политических диссидентов. За почти 30 лет за выкуп арестованных заплатили больше 3 миллиардов марок. Обычно все эти вопросы решались через церковь. Но это не выкуп, не продажа заложников. Это компенсация за их образование, лечение. На этих людей ГДР тратила народные деньги, а они решили бежать. С начала 80-х в ГДР экономический кризис. В стране колоссальный дефицит. Именно тогда рождается анекдот. Как определить стороны света без компаса? Очень просто. Положите банан на берлинскую стену. Его обязательно украдут с восточной стороны. Я работал в ООН и впервые приехал в восточный Берлин в 80-х. Это было шокирующе. Не в бананах дело. В магазинах давно не было самых простых товаров. Люди были разочарованы. За помощью, как обычно, восточные немцы обращаются к СССР. Но у Союза свои колоссальные экономические проблемы. Бывший министр иностранных дел СССР Шеварднадзе написал в мемуарах, что еще в 87-м мы о вопросе немецкого объединения не думали. Для нас главным было спасти и сохранить в том виде СССР. Ради этого мы были готовы сбросить балласт. Я возмутился. Как же так? Неужели мы были балластом, а не партнером по общему делу? СССР Шеварднадзе В западный Берлин прилетает президент США Рональд Рейган. Советники рекомендовали ему воздержаться от громких заявлений, чтобы случайно не испортить отношения с Горбачевым. Но Рейган поступает по-своему. Господин генеральный секретарь Горбачев, если вы ищете мира, если вы ищете процветание для Советского Союза и Восточной Европы, если вы ищете либерализации, приезжайте сюда, к этим воротам. Господин Горбачев, откройте эти ворота. Господин Горбачев, снесите эту стену. Спустя два года, в июне 89-го, немецкий канцлер Гельмут Коль и Михаил Горбачев подписывают документ, гарантирующий всем странам свободный выбор политического строя и союзников. Это определяет дальнейшую судьбу ГДР. Позже многие в Восточной Германии назовут действия Горбачева предательством. Тогда я еще доверял Горбачеву, но на него давила ФРГ. которая не могла смириться с существованием ГДР. Дай им волю, ГДР не просуществовала бы ни дня, но она существовала уже 40 лет, и они теперь увидели шанс вернуть Восточную Германию в западное сообщество. Лето 89-го. До падения Берлинской стены остается 3 месяца. Тысячи восточных немцев едут в Венгрию и Чехословакию, чтобы уже оттуда сбежать на запад. Бегство такое же массовое, как в 61-м, перед строительством стены. Тысячи граждан ГДР в Праге требуют политического убежища на территории посольства ФРГ. Многодневные переговоры заканчиваются высылкой восточных немцев в Западную Германию. Поезд с беглецами идет через территорию ГДР, и по пути в него запрыгивают еще несколько сотен человек. А в ГДР начинаются массовые акции протеста. ГДР бунтует несколько месяцев, но Эрик Хонекер, руководивший страной с начала 70-х, не обращает на протесты никакого внимания. Он готовится пышно отпраздновать 40-летие ГДР. На праздничные мероприятия с неохотой прилетает и советский генсек. Наши друзья во всем мире. Будьте уверены, ничто не сможет поколебать социализм на немецкой земле, родине Маркса и Энгельса. То, что в отношениях между ГДР и СССР не все в порядке, становится понятно вечером. На банкет Горбачев приходит, протокол обязывает. Но потом Горбачев отказывается посетить вместе с руководством ГДР праздничный концерт. В тот вечер выступала и главная звезда восточно-германской эстрады Дагмар Фредерик. Все ждали Горбачева, а он не пришел. В тот вечер на улицах тоже были демонстрации, но настроение на них было совсем не 1 мая. Они очень жестко были настроены. И я тогда сказала коллегам, мы с вами поем на тонущем Титанике. Но никто не думал, что он утонет так быстро. Теперь на это не обращают внимания, но в 89-м были и другие демонстрации в поддержку реформ в ГДР, а не за отъезд. Было много людей, которые говорили, что не хотят на Запад. На следующий день Эрих Хонекер впервые не едет провожать советского лидера в аэропорт. А еще через 10 дней Хонекера отправляют в отставку. Он правил ГДР 18 лет. Следующий немецкий генсек Эгон Крэнс не продержался и двух месяцев. Именно при нем рухнула берлинская стена. Я еще 4 ноября отдал секретный приказ оружие против демонстрантов не применять. Как раз в начале ноября в ГДР начинается забастовка. На демонстрации выходят миллионы немцев. Они требуют реформ и право свободно выезжать в ФРГ. 9 ноября около 4 часов дня на пленум пришел Эгон Крэнс и сообщил, что Чехословакия возмущена тем, что немцы бегут через ее территорию. Мы решили, что нужно срочно смягчить правила выезда за границу. На самом деле члены Политбюро не собирались открывать границу. Речь шла лишь о том, что теперь выездные визы ФРГ и Западный Берлин граждане ГДР могли получить просто так, без веской причины, вроде смерти близкого родственника. Вот так выглядел судьбоносный для Германии документ. Его передали члену Политбюро Гюнтуру Шабовски. Когда решение принято, Шабовски не было, и Крэнс предложил передать ему записку, чтобы он сообщил о решении Политбюро журналистам. Шабовский, прилежный чиновник, приехал в спешке на пресс-конференцию. Он прочел постановление об открытии границы, но забыл уточнить, что оно вступает в действие только утром. Вы понимаете, что это означало в Берлине? Итак, пресс-конференция, изменившая все. В 6 часов вечера Шабовски выходит к журналистам и начинает нудно перечислять решение Политбюро. Так проходит почти час. Из зала звучит вопрос от итальянского журналиста. Правда, что вы на заседании приняли какое-то решение по поводу поезда к заграницу. И Шабовски вспоминает, Крэнс дал ему решение Политбюро как раз по этому вопросу. Разрешение на поездки в ФРГ выдаются безо всяких особых условий уполномоченными органами, в том числе на КПП. Шабовски достал записку, начал читать, и сам был удивлен тем, что он читает. Тогда это вступает в силу. Это вступает в силу немедленно, насколько я понимаю. Что это касается и западного Берлина тоже? И западного Берлина тоже. Пресс-конференция транслируется в прямом эфире, и люди воспринимают все буквально. Они идут к берлинской стене. Пограничники на Барнхольмерштрассе ошарашены. Никаких приказов открыть границу у них нет. Разумеется, никто не хочет брать на себя ответственность. Дорогие граждане, в ваших собственных интересах и в интересах безопасности следует немедленно покинуть площадь и обратиться в соответствующие инстанции для получения разрешения на выезд. Возможности для перехода границы немедленно нет. И тут произошел казус. Пограничники остались без приказов, которые должны были поступить на следующий день. Представьте, что могло случиться. Людей бы раздавили в толпе. У пограничников и штази просто не было разработанного плана действий на подобный случай. Никто даже подумать не мог, что такое возможно. Срочно решают пропустить самых настырных, но поставить им в паспорта отметку о депортации. Пограничный штамп прямо на фотографии. Первые перешедшие границу восточные немцы гордо демонстрируют свои документы, не понимая, что их не пропустили, а депортировали. Вы что, прошли просто по паспорту? Да, просто по паспорту. Паспорта достаточно. Так пропускают около 500 человек и вновь закрывают границу. Но толпа требует пропустить и остальных. Мы вернемся. Они нас за дураков держат. Напряжение усиливается. Начальник КПП вновь звонит начальству, но его обвиняют в трусости и предлагают самому решить, что делать. И он отдает приказ поднять шлагбаум. Мне спецслужбы доложили, что происходит на КПП. И я решил, что не стоит рисковать столкновениями с населением из-за одного дня досрочного открытия границы. Я приказал дать ход событиям. Ни Модров, ни Крэнс, ни Шабовский не принимали решение открыть границу с западным Берлином. Это решили те офицеры, которые вечером 9 ноября дежурили на КПП. И сделали они это под давлением толпы. Только эти люди решили, что хотят на запад. Только какой-то один майор решил, что граница открыта. Граница открывается в 23 часа 22 минуты по берлинскому времени. Это событие транслируют в прямом эфире европейские и американские телекомпании. Но никто не понимает, что происходит. Наверное, это ошибка. С другой стороны Берлинской стены у Бранденбургских ворот уже собирается толпа жителей западного Берлина. Они взбираются на стену. Пограничники ГДР пытаются сбить их водой из бронзбойтов. Именно эта картинка, люди на стене у Бранденбургских ворот, стала символом падения Берлинской стены и символом объединения немецкого народа. Я в это время был в овальном кабинете, беседовал с журналистами. Они спросили, почему вы не говорите, что чувствуете по поводу событий в Берлине. У меня были сильные эмоции, но я не мог их показывать в такой критической для США момент. Если бы я сказал, что чувствую на самом деле, это было бы все равно, что ткнуть два пальца мистеру Горбачеву в глаза. Хуже не придумать. Ночью дипломаты и руководство ГДР решают, что делать и как сообщить о случившемся советскому генсеку. Я договорился с советским послом отправить Горбачеву телеграмму, что границу открыли в течение ночи примерно 60 тысяч граждан побывали в Западном Берлине, но большинство к утру вернулись домой. В результате о падении Берлинской стены Горбачев узнал только на следующее утро. Ну и я спросил, как действовало руководство. Да и вот, собственно, начал уже рассказывать, что они... Сказал о заявлении Шабовского, сказал о том, что они открыли все пропускные переходы через стену. Я сказал, что они действовали правильно. И прошу это передать. Мне перезвонил посол уже в хорошем настроении. Товарищ Эгон, советское руководство вас поздравляет с открытием Берлинской стены. В отличие от Горбачева, канцлер ФРГ Гельмут Коль о падении Берлинской стены узнал сразу же. В тот вечер он был в Варшаве с официальным визитом. Я хотел поехать в Берлин как можно скорее, но польское руководство воспринимало случившееся очень драматично, и мы оказались в неудобном положении. Я-то понимал, что обязан быть в Берлине. Но в Берлине Коль оказался только на следующий день. Тогда еще никто из ведущих мировых политиков не понимал, к чему приведут события в Берлине. Кто знал? Никто не знал. Коль не знал. Я не знал. Я не уверен, что Горбачев знал. Я уверен, что Миттеран и Тетчер не знали. 10 ноября в субботу утром толпы жителей восточной Германии устремляются на запад. Посмотреть, как там за стеной. Западные немцы моментально ориентируются в ситуации. Как мы о людях позаботимся? Как они будут тратить деньги? Магазины должны открыться. Как это организовать? На запад граждане ГДР въезжают на трабантах. Машины с наполовину пластиковым кузовом и двигателем объемом всего пол-литра. Работают на бензиново-масляной смеси. Это сейчас смешно звучит, но тогда это было проблемой. Где мы возьмем достаточно топливной смеси бензина и масла, на которой ездили трабанты? Гражданам ГДР выдают приветственные деньги, чтобы было что тратить в магазинах. По 100 дойч марок в руки. Мы пошли вчетвером, всей семьей. Получили 400 марок, и этого хватило на отличный телевизор. Он еще много лет у нас работал. Ульрих Штрассе в 89-м работал в Берлине электриком. Погулять на запад всей семьей они отправились на следующий день после открытия границы. Мы знали, как живут в западном Берлине. Мы же смотрели телевидение ФРГ. У меня из окна был вообще виден западный Берлин. И было интересно, наконец, туда попасть. Жизнь в ГДР меняется молниеносно. Социалистическая единая партия Германии, еще пару недель назад руководившая всем и вся в Восточной Германии, распадается на несколько партий. А Эган Крэнс отправляется в отставку. ГДР существовало без стены с 49-го по 61-й год. Мы думали, что и после 89-го продержимся. Но это оказалось невозможно. Обрушившаяся стена была слишком сильным объединяющим символом. По обе ее стороны большинство немцев понимало, Германия будет единой. Нам стало понятно, Советский Союз больше не будет нам помогать. И я решил, что мы и сами справимся. Нужно разработать концепцию объединения двух немецких государств, например, в виде конфедерации. В апреле 90-го года в ГДР прошли первые за 40 лет свободные выборы. На них побеждают сторонники рыночных реформ и объединения Германии. Летом ГДР и ФРГ вступают в Валютный Союз. И восточная марка прекращает свое существование. До 2000 марок меняют по курсу одна марка ГДР за одну марку ФРГ. Большие суммы по курсу две восточных марки за одну западную. Уже на следующий день полки магазинов ломятся от западных товаров. Одновременно начинаются переговоры 2 плюс 4. Две Германии, СССР, США, Великобритания и Франция. В итоге союзники во Второй мировой войне отказываются от своих прав в отношении Германии. СССР получает гарантии ни распространения оружия, ни расширения НАТО на восток и соглашается вывести группу советских войск в Германии, получив компенсацию в 13 миллиардов марок. Главным было то, что в решающий момент Горбачев поверил нам, то есть мне. Гельмут Коль тогда сказал свою знаменитую фразу «Груша почищена». Груша почищена. Я ее часто использую. Ее любят повторять в моих родных местах. Другими словами, дело сделано. ФРГ заплатил 13 миллиардов марок за вывод советских войск из ГДР. Тогдашние руководители ФРГ теперь смеются. Запроси Горбачев 20 или 25 миллиардов. Все получил бы. 3 октября 1990 года ГДР и ФРГ подписывают договор об объединении. Для бывших граждан ГДР меньше чем за год мир меняется практически во всем. Профессор Томас Петерсен четверть века изучает, как восточные немцы чувствуют себя в западном обществе. Многим трудно было научиться вести себя так, как ведут себя люди на Западе. Искать работу самостоятельно, заботиться о своем будущем. Но экономические стандарты, высокие стандарты жизни, к ним привыкли достаточно быстро. Сразу после объединения вводится налог на развитие Восточной Германии. 7,5%. Платят его все немцы, и восточные, и западные. За 24 года на развитие бывшей ГДР потратили астрономическую сумму 2 триллиона евро. Нынешний мэр немецкой столицы Клаус Воверайт вспоминает, что в первые годы после воссоединения Германии мэрия объединенного Берлина занималась в первую очередь восточной частью города. На востоке Берлина на протяжении десятилетий не хватало инвестиций в инфраструктуру. Все госучреждения, школы, больницы, общественный транспорт и дороги нуждались в ремонте. Понадобились очень большие инвестиции. Западным берлинцам было порой сложно смириться с тем, что в первые годы инвестиций почти целиком шли в восточную часть города. Первым делом в Восточной Германии перестраивают дороги, даже те, которые не требуют ремонта, для того, чтобы нигде на территории Германии не было ощущения, что въезжаешь в другую страну. Популярной становится фраза Станислава Ежелеца «Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены». На большинстве предприятий специально создают смешанные коллективы из западных и восточных немцев, чтобы люди быстрее находили общий язык. Западные немцы сразу поняли, что на Востоке очень хорошие специалисты, и все быстро наладилось. У нас же один язык, одна культура. Тем не менее, в 90-х разница между Востоком и Западом была очевидна. Восточные немцы намного меньше зарабатывали. Даже сейчас зарплаты на Востоке Германии по статистике ниже примерно на четверть. В 2002 году 57% восточных немцев отвечали, что они чувствуют себя гражданами второго сорта, то есть неполноценными гражданами нового объединенного общества. В 2012 году таких ответов уже было вдвое меньше. Вот реальное изменение. Чем моложе немцы, тем меньше они чувствуют разницу между Востоком и Западом. Роберт Шакшнайдер родился в ГДР. Когда берлинская стена пала, ему было всего 5 лет. И он очень редко задумывается о том, насколько символичен его ежедневный маршрут на работу через Бранденбургские ворота из восточного Берлина в Западный, в здании Рихстага. Мне кажется странным, что эта стена вообще существовала, что Германия была разделена. Но старшему поколению, конечно, пришлось адаптироваться к новой жизни и к новым правилам. Мне кажется, быстрее, чем даже людям после СССР, потому что они постепенно решали, как дальше жить. А тут буквально за несколько месяцев было одно государство, стало совершенно другое. Одновременно с изменениями в экономике происходят грандиозные перемены в общественной жизни. Открываются архивы штази. Агентов госбезопасности практически отстраняют от какого бы то ни было участия в общественных и политических процессах. Эти разоблачения продолжаются до сих пор. Практически все бывшие руководители ГДР после объединения Германии предстали перед следствием и судом. Еще в 90-м возбудили уголовное дело против Эриха Хонекера. Его обвинили в растратах и злоупотреблении властью, а затем и причастности к убийствам людей, бежавших через Берлинскую стену. В 91-м Хонекер бежал и сам. Сначала тайно в СССР, потом в Чили, где и умер в 94-м. Но нелюбовь многих немцев к Хонекеру, когда-то руководившему постройкой стены, настолько сильна, что даже случайное положительное упоминание о нем чревато большими неприятностями. Во время открытия фигуры Хонекера в Берлинском музее Мадам Тюссо певица Дагмар Фредерик сорвала с фигуры покрывала и отдала пионерский салют. Это едва не стоило ей карьеры. Это был шутливый жест, его все знают. Это не пионерский, не партийный. Я так на улице часто здороваюсь. Все это было совершенно невинно, но в газетах написали, что я за 25 лет ничему не научилась. Начался скандал, концерты отменялись. Мне запретили выступать во Фридрихштадт-палате. Это моя родная сцена, я ее открывала. В общем, все это странно, будто в Германии нет других проблем. Под суд попали и Гюнтер Шабовский, объявивший об открытии Берлинской стены, и последний немецкий генсек Эгон Крэнс. Его приговорили к шести годам тюрьмы. Он отсидел 4,5 года и вышел досрочно в связи с невозможностью повторения преступления. Он не менял своих политических убеждений и остался коммунистом. Я никогда не нарушал законы ГДР. Я уверен, что мой приговор когда-нибудь пересмотрят. Но я до этого не доживу. Нельзя представлять ФРГ райским садом, а ГДР адом, как это сейчас делают. На самом деле ГДР уже несколько лет снова в моде. Для нее в немецком придумали даже новое слово «остальгия», то есть «ностальгия по Востоку». Один из главных ее символов – вот этот человечек в шляпе с ГДРовского пешеходного светофора. Ампельман – продажа сувениров с его изображением многомиллионный бизнес, как и продажа обломков Берлинской стены. Она вообще кажется главный туристический объект в немецкой столице. Для берлинцев это очень личная история. Десятилетия разделения, жизни в разных системах. Все это, конечно, оставляет отпечаток на людях, и от этого никуда не денешься. Но главное, насколько люди готовы строить что-то новое на базе этого опыта. Большинство немцев это поняли, иначе этот город не превратился бы в магнит для людей со всего мира. Тем не менее, вне зависимости от того, кто вы – Оси, Восточный или Веси – западный немец, в Германии модно порассуждать, что же было хорошего в ГДР. У нас не было бананов и всего такого, но мы проводили много времени с друзьями, с соседями. У нас было очень много культурных мероприятий. Я не эксперт, но я думаю, что образование. Конечно, оно было перенасыщено марксизмом и ленинизмом, но некоторое образование было действительно неплохим. Еще медицинская система, когда все доктора работали в одном здании, это, кажется, называется поликлиника. Это неплохая была модель. Что было самым лучшим в ГДР? То, что она существовала. А худшим? То, что в 1989-м она была такой, какой была. Бранденбургские ворота. Сразу после постройки они, правда, назывались по-другому – «Ворота мира». Символичное название, о котором мало кто помнит. На протяжении почти 30 лет Бранденбургские ворота стояли между двух рядов бетонных блоков Берлинской стены. Это место было запретной зоной для немцев по обе ее стороны. Теперь именно здесь берлинцы любят праздновать День объединения Германии. А Берлинская стена – от нее осталось лишь напоминание, в виде идущей через весь город по дорогам и тротуарам металлической ленты с надписью «Берлинская стена 1961-1989» и обломков, продающихся в сувенирных магазинах. Стены забирают жизнь. Понимание рушит стены.